Мы говорим го, вы говорите баскет. Всем привет, друзья, с вами Саша Ислава, и мы в Ижевске на Лиге Сильных Людей. И то, что еще год назад считалось экспериментом и в какой-то мере авантюрой, стало отправной точкой для всего проекта Тихий Баскетбол. И вот на второй год существования Лиги Сильных Людей она продолжает самосовершенствоваться во всех аспектах. И именно об этом наш выпуск. Мы не преувеличим, если поставить знак равенства между Лигой Сильных Людей и Лигой Мечты. Команды освобождены от каких-либо взносов, проезд и проживание полностью на себя берет РФБ. В этом сезоне в Лиге разыгрываются международные путевки, а игроки получают всеобъемлющее внимание как внутри, так и далеко за пределами баскетбольного сообщества. И немаловажно, что на Лигу обратили внимание регионы, и она расширяет географию не только участников, но и партнеров по проведению. В этом году Лига Сильных Людей сформировала участников по дивизионам, определяя их, исходя из рейтингов прошлого года, и добавляя туда новые команды, которые заявились впервые. Для нас было важно объединить первые три этапа в одном городе, чтобы команды, сменяя друг друга, могли насладиться красотой застройки, получить поддержку местного баскетбольного сообщества. и я рада, что этой территорией стал город Ижевск. Музыка. 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 Баскетбольная столица, хотя, может быть, и так уже. Я рассказывал, ребята, столица много чего, и оружейная столица, и родина там, многих даже новых видов спорта. Хоккей Навальный, как в Ижецкой, рождался. Я там стоял у Истока, в том числе, имел честь. Так вот, мы очень любим баскетбол. На самом деле, я никогда не играл, но я посещаю игры наших команд. Я был у каждого свой Эверест в прошлом году. У нас был мощнейший турнир. Сейчас Лига сильных людей. Федерация работает колоссально. Марат Заединов. Они в этот город втягивают вообще все, что связано с баскетболом, но так по-хорошему. То есть, благодаря его такой упертости, хорошей упертости, появился этот зал, баскетдом, благодаря нас, проекту, и вот конкретным совершенно людям. А то, что он сюда приводит турниры вот такого уровня, это, конечно, дорогого стоит. И огромное спасибо, конечно, всем организаторам, ну и самое главное, игрокам, что вот это сильные люди, Лига сильных людей. Там все этим сказано. Настоящие такие, настоящие такие мужики. Хорошая история. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Лигу сильных людей в этом году заявилось 23 команды. Это абсолютный рекорд. Мы не ожидали, что такой интерес поднимется со всех уголков страны. Расскажи, как в этом сезоне будет организован розыгрыш, что вы приготовили для участников? Да, мы взяли за основу 3 на 3, наш обычный классический. У нас есть категория мастер, которая сейчас, собственно, играет. Дальше две категории. Это претенденты, они будут следующие. И вызов. Претенденты и вызов – это те команды, либо фарм-команды, либо новички, которых мы еще особо не знаем. И для них это будет новый опыт, новые шансы. Команды каждого дивизиона будут разыгрывать между собой путевку на международное соревнование. Сейчас команда тихого баскетбола прорабатывает возможность участия клубов в соревнованиях в Турции, на Кипре, в Сербии, в Боснии, Герцеговине и Испании. В общем, вы продолжаете экспериментировать, но по опыту прошлого сезона у вас это классно получается, поэтому почему бы нет? Ну, потому что, да, это интересно. И ребятам это интересно, и нам интересно. Для них это что-то новое, что-то кайфовое. Ну, и нам какой-то новый опыт. Павел, ну, картинка потрясающая в трансляции, и живым глазом все смотрится просто шикарно. Расскажи, из чего состоит технический райдер лиги сейчас. Спасибо. Технический райдер лиги сильных людей с прошлого сезона чуть расширился. Мы с собой берем так же, как и прежде, коорд специализированный, но мы его улучшили. Мы нанесли на него нашу айдентику. Также мы берем теперь с собой LED-борты. У нас в райдер добавилась такая штука, как свет, световой обеспечивающий, звук, большое количество персонала, ведущий, диджей, световик, видеорежиссер. И все это для того, чтобы была классная, красивая картинка. В нашем стандарте это уже всегда есть большой экран, на котором мы показываем счет, игр, спонсорские интеграции, дублирующее табло. Баскет-дом и региональная федерация Адмуртии по баскетболу – очень хорошие партнеры. Благодаря им мы видим то, что видим. Нам очень приятно, что нас выбрали в качестве города, где прошел, проходит второй сезон. Какие были задействованы силы и средства? Ну, безусловно, это специальный транспорт. Самый сложный вопрос – это организация специального транспорта, потому что у нас не так много единиц, но все единицы, которые есть в Ижевске, они все работают на нас в сегодняшний день. Второй момент – это зал. Нам пришлось целую дизель-генераторную установку искать для того, чтобы обеспечить нормальное электрическое питание. И, в общем, мы тоже, так скажем, эту задачу успешно решили. Ну, а в целом, огромное спасибо техническим специалистам и вообще департаменту Российской Федерации Баскетбола за классную организацию и техническую подготовку организационную. Все было супер. Мы были на подхвате, помогали, чем могли. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда все свое свободное время проводишь баскетболь, ну, наверное, это, наверное, время с семьей, как бы. Семья, дети – это вот самое любимое. Мы оставим одно баскетбол все равно. Можно? Футбол, смотреть футбол – это очень прекрасно. И пельмени. Готовить или есть? Кушать. Три любимых занятия. Ну, это рыбалка. Ну, не знаю, как туризм и туризм, но отдых на природе. А третье – а, коллекционирование монет-банкнот. Я просто это уже маленько так забросил в силу нехватки времени, но... Знаете, в баскетболе я с 97-го года уже, и это кардинально вообще мою жизнь поменяло. Будучи 5 лет на тот момент, как я получил травму, не знал, чем вообще заняться. Тяжелые времена, 90-е были. И появление баскетбола в моей жизни – это вообще кардинально всю мою жизнь поменялось. Ног на голову. Я себя почувствовал полноценным, совершенно человеком. Поменялся. Ну, жизнь вообще поменялась у меня. Не сразу кардинально, конечно, но постепенно, постепенно. Благодаря баскетболу объездил, наверное. Ну, если мы помимо спортивной какой-то составляющей берем, Европу вообще все объездил, как бы. И многие мои здоровые, скажем так, друзья и там родственники, все на меня с удивлением все. Как ты так? Типа, ты там получил травмы и везде все побывал. Так. Баскетбол у меня появился в моей жизни в 21 год. И он вошел в мою жизнь первые 2 дней после травмы. И это самые яркие, как бы, впечатления. Команда, командный дух, соревнования, выезды, сопротивления. То есть до я не думал никогда, что спорт такой великий и могучий. Соревнования, путешествия, ездишь по городам. Бывает даже такое, то, что в каком-то городе у тебя там живут родственники, друзья там. А потом бас, и ты едешь туда, ну, какие-то соревнования. Ну, вот, честно говоря, когда мы тренируемся 5 раз в неделю дома, допустим, то вот эти 2 дня суббота-воскресенье, уже в воскресенье, думаешь, блин, хотя, конечно, в удовольствие проводить время с семьей, но баскетбол, как сам тренировочный процесс, он, конечно, не такой легкий, все равно ты тренируешься, но морально где-то ты от семьи немножко отдыхаешь, семья от тебя, поэтому 2 дня уже начинаешь скучать. В понедельник уже с удовольствием идешь. Если к пятнице как бы отдохнуть, то в понедельник уже не надо идти, да, да. Ну, может быть, 2, а на 3 уже захочется. Я не замерял по дням. Я точно знаю то, что вот новогодние праздники, и это все, то есть ты уже ждешь, когда там будет 11-12 января, и уже готов выйти. Или первый этап был тихого баскетбола, и он ворвался в нашу жизнь, то есть было много поездок-перелетов, и просто вот такой, так, все, надо отдохнуть. А потом вроде там съездил, отдохнул чуть-чуть, на даче, на рыбалке, еще что-то. И такой, так, уже хочется, потому что чувствую, что надо движение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вить, с какими мыслями подошел к старту второго сезона Лиги Сильных Людей? Мысли просто сейчас поиграть, красивую группу показать и красиво поиграть, потому что, ну, тут не финал, просто отборочный, и какие-то ошибки у себя увидеть, тренер какие-то еще подскажет, потому что давно нормально не играли. Вот такие мысли, просто чтобы влиться в эту систему нормально. В первом сезоне проще было, потому что там что-то команда и послабее была, с кем можно было отдохнуть. А тут все сильные, со всеми надо играть, тяжело. Ты сегодня сколько-то трех положил? Не знаю. Не считал? Четыре, пять, не знаю. Это уже одну игру. Ну, с мыслями позитивными, конечно. И май очень насыщенный. Сейчас после 3 на 3 мы поедем на сборы с 17 по 27, я кажется, да. Вот, и потом уже турниры в Казани. Ну, если опираться на прошлый сезон, он был достаточно непредсказуемым, интересным. В этом году мысли такие, что он должен быть еще интереснее. Нужно выдавать результат, показывать мастерство. На что тебя вдохновляет лига сильных людей? Ну, тут более красивая игра. Более интереснее для меня именно. Потому что в 5 на 5 у нас команда послабже. Не можем показать такого уровня. А тут интереснее. Ну, во-первых, атмосфера классная. То есть, едешь туда с удовольствием. Понимаешь, что сейчас будет интересно. Сейчас драйвово, музыка, то есть, ну, веселье. Вот это именно. Нравится мне это все. Есть какие-то вещи в твоей жизни, которые кардинально поменялись, может быть, или в принципе поменялись с появлением Лиги сильных людей? Во-первых, мы стали же чемпионами России, да? Ну, это кардинальные изменения. Это я первый раз в жизни стал чемпионом. Я туда приехал в Казаль, чтобы стать чемпионом. Ну, начались 3 на 3, получается. 5 на 5 осталось. Ну, это изменения. Я сейчас, мать у меня ходит, он чемпион. Все, я ничего не знаю. Кто тебя вдохновляет, ну, или в принципе, на что может вдохновить Лига сильных людей? Больше быть открытым, не скованным. У меня просто характер такой стеснительный очень. А баскетбол 3 на 3, он мне помогает чувствовать себя увереннее. Да, вот. Стали узнавать, да. Ну, в нашем городе. И люди, да, некоторые вы узнают. Просто по улице идешь, я знаю, вы там баскетбол на колясках играете. Я вас видел там в ВКонтакте, в интернете, да. Я такой, да, ничего себе. Одно знаю точно, что Лига сильных людей 3 на 3 баскетбол на колясках, это придает скорости мышления, действий в баскетболе. Какие планы на сезон и что будет считаться успешным сезоном для тебя? Я хочу какую-нибудь награду взять и поставить. Каким-нибудь защитник хороший, а ты считаешь, что мне ничего не дают? Вот эту хочу я. Показывать хорошую игру, достойную. Это уже будет успешный сезон. Защитник же, нормальный защитник. Кто через меня забил? Никто? Ну, конечно же, чтобы мы поборолись за третье место. Ну, конечно, в идеале за первое, но мы понимаем, что это очень сложно. Но за третье, да, это наша цель, третье место. Волгу, посмотрите, Волга в 7-3 накидал, мне никто ничего не накинул. В прошлом году мы заняли второе, поэтому нужно занимать первое. Уважаемые организаторы, просим, пожалуйста, разработать награду лучший защитник сезон Виктор Кайнов. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...